Удалось поработать немного в кино Хорошим был, наверное, только первый фильм Это сказка про купеческую дождь и магический цветок Где мне пришлось делать чудовище А дальше наступила парада такой вот постсоветской чернухи Где основным заказом являлась отрезанная голова Я вообще подумал, что вот такие вещи Идет сплотить, продать душу, это самое простое вообще, что может быть Вот когда я работал в кино Тогда я точно знал, что я деньги получаю от лукавого А сейчас я думаю, что как-то все-таки от кого-то другого Мои конкуренты, которые в то время были Они продолжали заниматься тем же самым Вот И когда у меня возникли проблемы В кино я им отдал все, что у меня было То есть костюмы и монстров Какие-то маски, головы и прочее Все это у них благополучно сгорело Вот А причем пожарили? Не знаю, короткое замыкание Это тоже для меня не пройдет бесследно Но, в общем, все-таки это лучше всего того, что было до этого И плюс ко всему у меня все-таки есть какая-то, как мне кажется, позиция Вот Я помогаю людям, как мне кажется Разрушать кумиры Потому что люди создают себе кумиров То есть вот в нашей политике Потому что я встречаю постоянно фанатически настроенных людей на мессингах Которые за своего кандидата готовы другому просто разорвать, скажем, одежду Стоп, 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 стоп Что? Это уже все было Что было? Мы про антинародный режим, это все, это все, он снова-вснова Так я наизусть и учил Остается только сдать ее на программу, а дальше она уже живет своей жизнью Потому что тексты вкладывают уже другие люди Вводят кукол другие люди Черная магия захватывает медицину Древнейшая магия кукол Однако незнание духовных законов не освобождает от ответственности Материалистическое общество даже не представляет, чем чревата подобная игра Ничего мертвого не существует И если мы придаем камню, воску, дереву форму человеческого тела И еще одеваем это в человеческую одежду Мы безусловно совершаем определенный сакральный акт То есть мы безусловно делаем нечто, что способно влиять на нашу жизнь и влиять на жизнь других людей На этом основано, собственно говоря, околдование Как таковое Когда-то в начале Солженицын я не хотел делать Потом сделал А почему? Я не знаю Решил, что должно же быть что-то святое А потом был заказ еще тоже очень странный Сказали, что Христа нам сделай Я сказал, что нет, ребята, что Христа делать не будем Сейчас я делаю Ельцина Делаю Делаю Хрущева Есть Толстой Делаю Чапаева Святослава Федора Это болванка для будущей куклы Попытка найти выход из вот этого круга, на котором я оказался Потому что с него сойти нельзя Нужно постоянно делать куклу, чтобы оплачивать аренду, мастерскую В квартире Куклы, они стареют А что с ним происходит? Чуть-чуть позже я вам покажу, что с ним происходит Деформируется все Деформируются куклы, сознание, вообще мировоззрение Известно, кто кого пародирует Они наши кукол Наши куклы их Некоторые политики, они просто настолько часто смотрят на программу куклы Что начинают как-то так немного копировать Делать какие-то движения Которые скорее куклам присущи, чем живым людям Алло Ага, поднимайся наверх Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень часто меня принимают за восковую фигуру Или как будто из наших сотрудников Мы сидим вот в задумчивости И все говорят, выживаем У нас много бывало здесь Здесь иногда мне кажется, что Скуратов Смотрит как-то не так, как вчера, допустим, смотрел Здесь ночевала девочка одна, корреспондент комсомольской правды Она обещала написать статью Шаги Берия называется Но пока то ли она испугалась То ли действительно что-то здесь произошло Ну а что, она что-то рассказывала или как? Нет, она как-то очень быстро отсюда убежала Она такая смелая достаточно девочка В черной магии употреблялись восковые фигуры Величиной человеческий рост Которые одно время В 15-16 веке Вызывали ужас у людей Просто ужас Не забавно ли, что сейчас Вот эта черно-магическая практика Демонстрируется повсюду Под именем музея восковых фигур И что первый музей восковых фигур вообще появился только в начале 19 века Что когда-то наши предки считали, что Человек, который у себя держит восковую фигуру Он уже безусловно связан с черной магией И известно много случаев, когда люди попадали просто на костер За эти вещи Более того, известно также, что Игра в куклы, вот эта детская игра Которая забавляется девочкой Появилась тоже сравнительно недавно Она появилась в 15 веке Причем под очень большим церковным неодобрением Но дело в том, что поскольку, видимо, девочки изначально Испытывали такую страсть к тому, чтобы что-то такое сделать в виде куклы И родители никак не могли их от этого дела отучить То в конце концов куклы стали делать Но к ним всегда относились крайне подозрительно Очень интересно вообще понаблюдать, как маленькая девочка играет со своей куклой Там понятно, что для нее это совершенно живое существо И это правильно, это и есть живое существо Ну подумаешь, манекен в витрине магазина Но это совсем не манекен в витрине магазина Это совершенно живое, очень зловещее существо Очень вампирическое Которое требует ухода за собой Которое, и это случай, который действительно зарегистрирован, которое внезапно исчезает по ночам И внезапно появляется на рассвете Это совершенно непонятно, но это факт Я бы здесь вот 6 лет работы, я бы не согласилась здесь ночевать Да, почему? Ну это, мне кажется, неприятное ощущение Все-таки какая-то мистика существует Наверняка Наверняка Здесь были вот банкетки такие же, синие Мы приходили вот на работу, а на них находили следы Такие грязные следы Возможно, они здесь действительно выясняют отношения Я не была свидетелем того, как они здесь себя ночью ведут Но мне кажется, что, конечно, присутствует у них какая-то энергетика У кого положительный, у кого отрицательный, это ясно Восстание кукол и восстание роботов Это не научно-фантастический вымысел А это, к сожалению, факт, с которым грядущие поколения Просто будут иметь дело и просто столкнуться впрямую Потому что дело в том, что совершенно естественно Что в процессе ресублимации, когда интеллектуальная энергия, духовная энергия Которая еще осталась в человеке, переходит на созданные им предметы Совершенно с магической точки зрения, безусловно Что эти предметы начинают жить своей особой жизнью Более того, они переходят, условно говоря, в пространство потустороннего мира То есть они становятся одержимы теми же существами Которых когда-то так боялись люди Когда против человека восстанет все, что он создал Это будет катастрофа гораздо более серьезная, чем все остальное Ну, допустим, озоновая дыра затянется Допустим, изобретут какие-то новые двигатели, более экологически чистые Но никогда и никто не сможет сдержать невероятную энергию и агрессию Того дикого количества вещей и объектов, которые создал человек В этом смысле это самая серьезная угроза И если можно говорить трезво и реально о конце света Без не злоупотребляя, скажем, мистическими теориями на эту тему То конец света, видимо, наступит тогда, когда, как вы сказали, реализуется заговор кукол То есть когда все эти вещи, организованные вот этой сферой потустороннего мира Обратятся против человека Потому что здесь иллюзий быть не может Потусторонний мир особой симпатии к людям иметь не может И никогда не имел, и никогда не будет иметь Если можно так сказать, так легкомысленно выразиться Задачей потустороннего мира является потусторонний мир То есть превращение людей в таких же своих агентов Как и, собственно, и другие существа Как, допустим, их агенты собаки, кошки, птицы, многие Потому что, допустим, когда раба Лёв сделал своего знаменитого голема Он это сделал совершенно определенной целью Более того, он знал, как его убить Он знал, как его убить И тем самым вот эта черномагическая и каббалистическая практика Имела определенную сознательную грань Когда это все еще только открылось Женщина пришла Ее репрессировали мужа, отца, мать И она, когда увидела Берия, она его трясла и говорила Ты вообще, мерзавец, испортил все мою жизнь Творец создал из праха земного первого из людей Подражательство этому акту чревато Всякая пародия от Лукавого Я к вам обращаюсь, как человек от Тули Здесь на небесах очень сложное положение А у нас вообще начинали все это три энтузиаста Один даже умер Он создал практически этот музей Он и его... Еще не пожилой человек, что ли? 42 года Ну с ним что-то случилось? У него инфаркт был Человек поклонился власти, славе, успеху И другим богам светского язычества Здесь эти кумиры персонифицированы В начале христианской эры Блаженный Агустин писал о том, что люди научились изготовлять искусственные скульптуры И призывать в них души демонов Поклоняясь им, как богам И вот мы видим, как воодушевленное вручение государственного руля Не освященного свыше помазанием на царство Призывает в политических истуканов демонов властолюбие А наделение болезненной любовью идолов рока, кумиров эстрады Привлекает к ним бесов всесокрушающего разрушения Спаситель освободил нас от ложных богов Созданных самим человеком Те же, кто упорствуют в поклонении кумирам Оставляются Всевышним Это и есть смерть души Страшнее которой Быть ничего не может Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok